Многолетние тренировки, отработка акробатических элементов и, конечно же, дисциплина. Теймурас Гургенидзе – спортсмен в четвертом поколении. Спортивной акробатике отдал более десяти лет. Наверное, так было предрешено заранее. Но хотя я спортом особо-то не занимался, я маленький, ничего не делал, но всегда знал, что я буду чемпионом мира. Как-то было вот так. Хотя я не занимался дальше, просто был маленький толстый мальчик. И в определенный момент мне захотелось заниматься именно акробатикой. Потому что я занимался на футбол, ходил, плавал, бегал. И потом мне отец говорит, ну хочешь, пожалуйста, только надо похудеть. Я быстро очень похудел. Пришел, меня взяли в группу, все, начал тренироваться и результатов достиг. Чемпионом Европы Теймурас стал в 2007 году. А самая значимая награда – первое место на чемпионате мира. После своих достижений он стал тренировать юных акробатов в спортшколе в Старом Городке. Сейчас здесь занимаются более двух тысяч спортсменов. Не могу сказать, что трудно быть тренером. Вообще человеком, наверное, быть трудно любым. Кем бы ты ни был, на любой работе у тебя бывает время, когда очень тяжело. Но учитывая, что эта работа – наше любимое дело, не просто работа, конечно, нам повезло, наверное, потому что мы занимаемся любимым делом. Мы даже не считаем, что мы ходим на работу. Несмотря на общие стандарты в обучении, Теймурас использует и свои методы. К каждому спортсмену важен индивидуальный подход, уверен тренер. Как надо правильно тренировать, как рассказывать, как объяснять, когда поругать, когда похвалить. Это все. Мы же тесно очень общаемся. Мы не то, что в зале пришли, отработали и все, и больше спортсменов как бы не знаем. Мы практически одной семьей живем. Потому тут, конечно, самое главное, что спортсмен обязательно уходил, желание прийти обратно. И вот это самое главное. В 2020 году Теймурас Владимирович в рамках Всероссийского конкурса был назван лучшим тренером года спорта высших достижений. В новом году планов у Тимура Гургенидзе много. Но главное – всегда давать своим воспитанникам правильную мотивацию и настрой на победу. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok